По имену Xperia M4 Aqua на конгрессе также был представлен планшет Xperia Z4 Tablet. Он во многом знаковый для компании, во многом первопроходит. Здесь впервые применяется 2K-дисплей среди планшетов и, в принципе, среди всех устройств Sony Mobile на данный момент. Здесь впервые используются чипы с TEM3 810, 3 ГБ перцепамяти никуда не делись. Также это продолжает традицию в том, что самый тонкий и самый легкий планшет в классе среди 10-дюймовых устройств. Здесь толщина составляет всего 6,1 мм, то есть тоньше, чем iPhone 6, тоньше, чем предыдущие планшеты компании. Вес всего 390 грамм для версии с Wi-Fi и 390 грамм для версии с LTE, что тоже очень впечатляет. Собран неплохо, кстати, предыдущие планшеты были какие-то более гнущиеся, шатающиеся. Этот, наоборот, очень плотненький, несмотря на то, что это не финальный образец. Кстати, задняя панель его отличается от Xperia Z2 Tablet. Таблет по материалу здесь более шашар-пластик такой, который сложнее выпустить из рук, он не скользит. Soft-touch все-таки приятнее, мягче, но он как раз скользит. Что здесь еще интересного у нас, здесь по бокам стереонамики также остались, но самое главное, что бросается в глаза, это то, что рамка экрана стала намного тоньше. Можно взять Xperia Z2 Tablet и сравнить его как раз по этому параметру с новинкой. Включаем экран, видим, какая здесь была рамка и какая она стала. То есть прогресс налицо, и в результате этого планшет стал намного компактнее и меньше, сохранив тот же самый дисплей по размеру, естественно. То есть сантиметры так на полтора он стал меньше по длине, где-то, наверное, пол сантиметра по ширине. В общем, очень хорошая работа над планшетом проведена. Действительно, приятно взять его. Он ощущается очень таким компактным и легким. Из коробки здесь Android или Pop, естественно, в планшетной его версии. Очень стильно выглядит, очень симпатично. Например, мне очень нравится, как сделали здесь менюшку с настройками. То есть все здесь очень здорово. На экране локировки можно сразу переключаться в гостевые режимы различные. Очень симпатично все это выглядит. Если вы думали, что там оболочка Sony будет выглядеть не очень, то вот, пожалуйста, прямое этому опровержение. Все здесь выглядит современно, стильно и симпатично. Так, используется здесь фронтальная 5-мегапиксельная камера и 13-мегапиксельная основная камера. Существует планшет также еще в белой версии. Вот перед нами она лежит. Тоже очень приятный на ощупь и на видный аппарат. Белый также он и спереди белый. Как показывают исследования Sony, такие устройства продаются даже лучше, чем черные в некоторых сегментах, в некоторых рынках и в некоторых магазинах. Главной фишкой новой Z4 линейки, начиная с планшета, становится то, что здесь идет упор на звук. Компания делает большой упор сейчас на Hi-Res Audio и, соответственно, все новые технологии связаны как раз с этим. То есть здесь мы видим не только поддержку Hi-Res Audio, но также поддержку автокомпенсации при подключении различных наушников. То есть девайс сам определяет, какие наушники вы подключаете и компенсирует как раз звучание, подстраивая под конкретные наушники. Также непонятно делить различные DCI, HX и прочие технологии улучшения звука из MP3 до более высокого качества. Все это преследует оценить на практике уже позднее. Сперва на планшете, а потом, надеемся, и на смартфоне Z4, когда он появится. Шумодав никуда не делся. Также используется 34 Remote Play. Тоже на месте. В результате это, получается, уже шестой будет девайс, который поддерживает эту технологию среди устройств и смартфонов, и планшетов Sony. Производитель хвалит время работы. Здесь обещается 17 часов в режиме видео, 12 часов минимум в реальном режиме использования, то есть не лабораторном каком-то. Одной из ключевых также фишек устройства является технология быстрой зарядки, поддерживаемая как раз чипом с набрыгом ISO 10, аккумулятором и комплектным зарядным устройством. В результате поддержки всех этих технологий планшет заряжается за час на не менее чем 70%. Это очень здорово. Можно кинуть его буквально перед выходом из дома и за несколько минут зарядить его наполовину. Это очень не хватало, например, всем тем, кто постоянно использует планшеты, скает их с собой в разные места, ну и так далее. Как уже было сказано, здесь 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ внутренней памяти в конкретной модификации. Есть поддержка карты microSD до 128 ГБ. Так же, как и M4 Aqua, планшет является благо защищенным, традиционно для Sony, и поддерживает, точнее не поддерживает, а имеет все тот же разъем microUSB с отсутствием заролушки. То есть, это называется у нас T-plus USB, в результате чего можно впадать с ним, влазить там в различные мокрые места, бассейны, душ и так далее, в ванну принимать. Только не вдумайте принимать его подключенному зарядке, это может кончиться очень плохо. Такой вот интересный аппарат. Жидаем на тест, естественно, ожидаем в продаже. Цена явно будет, видимо, кусаться с текущим курсом. Точнее, пока сказать не получается. В продаже также появятся вот такие вот чехлы для планшета. Очень интересное крепление для устройства здесь. То есть, его можно ставить в какую-то школьную подплавку, своеобразную фоторамку, использовать его в разных комбинациях. Приятный на ощупь, не кожаный, но такой интересный, с микрофиброй какой-то с обратной стороны. Вот, смарт-кавер для Xperia Z4 Tablet. Ну, давайте больше нечего, задавайте вопросы, к полноценному обзору постараемся на них на себя ответить. Ставьте лайки, смотрите наши другие видео, и не забывайте подписываться на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok